Ничто не забыто? Никто не забыт. Подвиг наших дедов и прадедов, отстоявших весь мир вечен. Каждый год 9 мая мы вспоминаем подвиги советского солдата. Поднимаем красные знамена победы. В небо летят сотни, тысячи зарядов разноцветного салюта. Бессмертный полк. Еще один способ показать всему миру, что мы помним и чтим. С телеэкранов летят высокопарные слова благодарности ветеранам. Наш долг хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других. Мы всегда будем помнить, никто не забыт и ничто не забыто. Подвиг героев, сокрушивших фашизм, отпечатан генетической памятью российского народа. В наших сердцах никогда не истякнет благодарность фронтовикам и труженикам. И мы должны хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни фашизма. И все мы, как единое целое, единый народ России и бывшего Советского Союза, помним, гордимся, чтим. Но как далеко от бессмертного полка длится наша гордость и почтение? Когда нам выгоднее не помнить? А тогда, когда слов мало, когда нужно действие. И тут память нас начинает подводить. И уже почтение вроде как не очень нужно. Мы же запустили салют в небо. Напечатали фотографию своего ветерана. Что еще нужно? К 9 мая обновили памятник на братской могиле, в которой покоятся советские воины. На городском кладбище номер один в Абакане. А вот кладбище советских солдат. Чистое, ухоженное. На каждой могиле стоят аккуратные памятники. Молодцы потомки. Помню, да вот незадача. Это кладбище советских солдат в Германии. А это в Польше. А это снова в Германии. А это у нас. Напомню, старейшее кладбище находится в самом центре Абакана. Но выглядит оно, словно это заброшенный погост в глухой вымирающей деревеньке. Некоторые могилы уже едва различимы. И только обломки деревянных крестов указывают на их нахождение. Памятники с пятиконечной звездой облезшие, без фамилий и фотографий показывают нам, как мы помним и чтим наших ветеранов. Холмики могил сравнялись с землей. И люди продоптали по ним тропинки. А через несколько дней, 9 мая, буквально на соседней улице, мы будем верещать во все горло о нашей благодарности этим людям. Стыдно и противно. Состояние могил наших предков – это лакмусовая бумажка состояния общества. Патриотизм начинается не с речевок и махания благами, а с реальных дел. О каком будущем может идти речь, если мы в прямом смысле топчем могилы наших предков? Субтитры создавал DimaTorzok